Друзья, всем отличного самочувствия! В этом видео поговорим про большую грудную мышцу, которая, поражаясь триггерными точками, может отдавать отраженную боль в область ключицы, плечевого сустава, руки и передней части грудной клетки, имитируя боль в области сердца, а также вносить вклад в развитие сердечной аритмии, застойных процессов в молочной железе и опосредованно влиять на появление боли в межлопаточной области. Рассмотрим упражнения, которыми можно помочь себе в домашних условиях, и полезные рекомендации для предотвращения появления боли. С вами Сергей Чернов, доктор, мастер йоги. Давайте разбираться! Анатомия большой грудной мышцы достаточно сложная, однако ее важно знать, чтобы точно обнаружить проблемные участки и подобрать терапевтические упражнения. Если говорить кратко, то мышца состоит из четырех отдельных частей – ключичной, грудинной, реберной и брюшной. Медиально большая грудная мышца прикрепляется ключичными волокнами к ключице, грудинными волокнами к грудине, реберными волокнами к хрящам от второго до шестого-седьмого ребра и брюшными волокнами к поверхностному апоневрозу, наружной косой мышцы живота и иногда к прямой мышце живота. Латерально большая грудная мышца прикрепляется двумя слоями к гребню большого бугорка плечевой кости. Работая всеми частями, большая грудная мышца осуществляет горизонтальное приведение плеча, внутреннюю ротацию плеча, приведение плеча, а также участвует в движении грудной клетки во время дыхания, являясь частью дополнительной дыхательной мускулатуры. Помимо этого, ключичная часть большой грудной мышцы принимает участие в сгибании плеча, а грудинная, реберная брюшная в разгибании плеча из положения, когда плечо согнуто в плечевом суставе и рука поднята вверх. Когда плечевая кость фиксирована, большая грудная мышца способна двигать грудинные и реберные прикрепления по направлению к плечевой кости. Осуществляя натяжение грудной клетки, она участвует в форсированном выдохе. Большая грудная мышца также помогает удерживать вес тела, например, во время отжимания на брусьях. Миофасциальные триггерные точки большой грудной мышцы могут быть расположены в пяти областях. Триггерные точки, локализованные в ключичной части большой грудной мышцы, вызывают боль над передней частью дельтовидной мышцы и местно в ключичную часть самой мышцы. Триггерные точки, находящиеся в грудинном пучке, ближе к середине, отражают интенсивную боль в переднюю часть грудной клетки и способны имитировать боль в области сердца, если поражена левая большая грудная мышца. Боль также может распространяться вниз по внутренней поверхности руки, по ладонной поверхности предплечья и по локтевой поверхности кисти, распространяясь на безымянный палец и мизинец или безымянный палец и половину мизинца. Триггерные точки большой грудной мышцы также способны вызывать ощущение стеснения в груди, которое можно принять за проявление стенокардии. Однако не стоит легкомысленно списывать любую боль в теле на проявление триггерных точек. И в первую очередь, при возникновении описанных болевых симптомов, необходимо как можно быстрее исключить стенокардию и инфаркт миокарда, сделав ЭКГ и другие необходимые лабораторные исследования. И уже только после того, как исключена сердечная патология, имеет смысл искать проблему боли в мышцах. Стоит отметить, что повреждение сердечной мышцы при инфаркте миокарда может запустить висцеросоматический процесс, который вызывает активацию триггерных точек в средней области большой и малой грудных мышц. После выздоровления от острого инфаркта миокарда эти триггерные точки могут существовать длительный период, пока они будут устранены. Триггерные точки в грудиной части мышцы, расположенные ближе к грудине, вызывают боль местно и над грудиной. Если они расположены слева, то эту боль также можно спутать с сердечной болью. Интенсивность болевых ощущений может усиливаться при движении рукой, а также нарушать сон. В реберном и брюшном пучке большой грудной мышцы миофасциальные триггерные точки обнаруживаются в двух областях. Триггеры, находящиеся у латерального края мышцы, вызывают болезненность молочной железы с избыточной чувствительностью соска при прикосновении и боли в груди. Такая симптоматика относится как к женщинам, так и к мужчинам. Сосок может стать настолько чувствительным, что это затрудняет ношение бюстгальтера или рубашки. При поражении этого пучка мышц может возникать также чувство переполнения в молочной железе. При сравнении желез, одна из них может быть слегка увеличена в размерах и иметь тестообразную консистенцию, что может свидетельствовать о нарушении лимфатического оттока, вызванного мышечным сдавлением, который устраняется после инактивации триггерных точек. При наличии человека сердечной аритмии следует иметь в виду, что на правой стороне тела между пятым и шестым ребром может обнаруживаться триггерная точка, ассоциированная с соматической висцеральной сердечной аритмией. Она не вызывает боли, но может влиять на сердечный ритм. Рядом с ней также могут находиться другие болезненные точки, которые не имеют отношения к сердечной аритмии. Большая грудная мышца, пораженная триггерными точками, находится в укороченном состоянии и провоцирует длительную перегрузку приводящих мышц лопатки, включая среднюю часть трапециевидной мышцы и ромбовидной мышцы, в результате чего может возникнуть боль в спине, характерная для этих мышц и выпирающая, отведенная в стороны лопатки. Укороченная ключичная часть большой грудной мышцы способна сместить ключицу вниз и вперед, что может привести к избыточному натяжению ключичной головки грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и развитию болевых ощущений в области головы и разнообразных вегетативных феноменах, о которых я подробно рассказывал в видео про эту мышцу. Укороченная ключичная часть большой грудной мышцы, кроме описанной выше болевой симптоматики, может также ограничивать отведение руки в плечевом суставе, особенно горизонтальная. Наиболее частой причиной возникновения и длительного существования триггерных точек в большой грудной мышцы является нарушение осанки, например, избыточный кифоз в грудном отделе и округлые плечи и переднее положение головы. В еще большей степени это касается длительного неправильного положения тела, например, во время сидения за компьютером. Физическая деятельность при занятии спорта также может провоцировать перегрузку большой грудной мышцы и вызывать характерную боль. Это может произойти, например, в тренажерном зале при горизонтальном жиме с штанги на скамье или при выполнении упражнения сведения рук в тренажере бабочка. Длительная перегрузка мышцы может наблюдаться также в положении приведения, например, во время стрижки кустарников большими садовыми ножницами, либо при длительном пребывании верхних конечностей в фиксированном поднятом положении, например, во время использования мощной пилы. Перелом руки и длительная мобилизация в гипсовой повязке, переохлаждение переутомленных мышц под кондиционером или на сквозняке, эмоциональное перенапряжение также способны вызвать развитие характерной боли. Самостоятельная работа в домашних условиях, направленная на устранение триггерных точек в больших грудных мышцах, заключается в оказании сильного механического воздействия на область триггера с последующим вытяжением пораженных пучков мышцы. Сначала возьмите большой массажный ролл и, если вы представитель мужского пола, прокатайте всю переднюю часть грудной клетки, качественно подготовив мышцы и фасции к более интенсивной работе на маленьком массажном мяче. Прокатывающие движения можно осуществлять вперед-назад, а также вправо-влево от грудины до боковой поверхности грудной клетки. После этого возьмите маленький массажный мяч 8 сантиметров и подойдите к стене. Воздействовать на болезненные области большой грудной мышцы можно в этом положении, но будьте осторожны с рабочей поверхностью, обои или краску на стене при регулярном использовании мяча можно повредить. Для большего удобства и сохранности стены можно использовать специальный опорный блок, который имеет выступающий наружный борт, предотвращающий выскальзывание мяча. Находите участки болезненности, опираясь на описанную выше карту триггерных точек и осуществляйте на них сильное механическое воздействие в течение 1-2 минут. Женщинам категорически запрещено прокатывать на большом массажном ролле молочные железы, однако на нем вы можете осторожно захватить верхние части большой грудной мышцы. Эти же участки мышцы можно легко проработать маленьким массажным мячом. Для того, чтобы получить широкий доступ к нижним частям большой грудной мышцы, расположитесь на спине и воздействуйте на участки болезненности массажным мячом, управляемым при помощи опорного блока. Естественно, если у женщины присутствует болезненность в области грудной клетки, первым этапом будет адекватная и полноценная диагностика состояния молочных желез, исключающая разнообразную патологию, в том числе опухоль. И только исключив все данные вопросы, можно работать с мышцами. После механического воздействия на триггерные точки обязательно вытяните мышцу и окружающую ее фасцию. Так как основной функцией всех пучков большой грудной мышцы является горизонтальное приведение плеча, то вытянуть их можно путем горизонтального отведения плеча. Самым простым упражнением для вытяжения сразу обеих грудных мышц является следующее. Подойдите в дверной проем, встаньте устойчиво, отведя одну ногу назад. Смотрите перед собой и удерживайте голову, не вытягивая шею вперед. Разведите руки в стороны и прижмите их к стене или к косякам дверей. Для вытяжения ключичной части большой грудной мышцы опустите локти ниже уровня плечевых суставов. Чтобы вытянуть грудинную часть большой грудной мышцы, примите положение, когда локти находятся на одном уровне с плечевыми суставами. Для растяжки реберной и брюшной частей мышцы поднимите руки выше, чтобы локти располагались над линией плечевых суставов. Уводите вперед корпус и осуществляйте спокойное глубокое дыхание, стараясь с каждым третьим-четвертым выдохом усиливать степень вытяжения. Фиксируйте конечное положение в течение 30 секунд и 2 минут. Лучше всего за один раз пройти все три положения, чтобы гарантированно вытянуть все части большой грудной мышцы. Если вы практикуете йогу по моим тренировочным последовательностям, то уже, наверное, обратили внимание, что в них встречаются такие упражнения, как тханурасана, поза лука на животе, пурватанасана в различных модификациях, пуштрасана, поза верблюда, уртхатханурасана, поза моста и ряд других упражнений, в которых происходит вытяжение больших грудных мышц. Если вы еще не практикуете йогу по моим комплексам, то очень зря. Рекомендую вам начать самостоятельную работу по плейлисту «Простая йога для начинающих». В нем собраны короткие комплексы на 20-25 минут, которые помогут вам мягко войти в регулярную практику. После завершения работы с большой грудной мышцей имеет смысл проработать мышцы-антагонисты, выполняющие противоположную функцию – среднюю часть трапециевидной мышцы и ромбовидной мышцы, так как они сокращаются при вытяжении большой грудной мышцы и может произойти активация триггеров уже в них. Как самостоятельно работать с этими мышцами я подробно описал в плейлисте, который посвящен миофасциальному болевому синдрому и триггерным точкам. Самым важным условием избавления от триггерных точек в грудной мышце и вызываемой ими боли является исправление осанки округлых плеч, устранение переднего положения головы, например, во время работы за компьютером. Женщины с большой грудью могут страдать не только от компрессии мягких тканей лягками бюстгальтера в области плечевых суставов и избыточным кифозом в грудном отделе, но также и от сдавления грудной клетки, что провоцирует активацию триггерных точек в большой грудной мышце. В этом случае необходимо расширить бюстгальтер или использовать новый, большего размера. Очень важно избегать длительного укорочения большой грудной мышцы во время сна, когда руки перекрещены на груди. Подушка не должна быть просто расположена под плечевым суставом, ее угол следует поместить между головой и надплечем. Если большая грудная мышца поражена только на одной стороне тела, то во время сна на здоровом боку имеет смысл использовать дополнительную подушку, на которую необходимо положить предплечье, тем самым предотвращая свисание руки и длительное укорочение мышцы. Во время сна на пораженном боку целесообразно использовать подушку, помещенную в подмышечную впадину между рукой и стенкой грудной клетки, чтобы поддерживать некоторое вытяжение большой грудной мышцы. Кстати, последняя рекомендация относится и к случаям поражения подлопаточной мышцы, о которой также будет подробный обзор, поэтому обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. За лайки и комментарии под видео также отдельное спасибо. Друзья, не поленитесь, посмотрите также видео про ромбовидную мышцу и трапециевидную мышцу, они напрямую связаны с темой этого ролика. Желаю вам крепкого здоровья и увидимся в следующих публикациях.